Почему нельзя мыть пол ночью? Что говорят приметы? История суеверия. В древности верили, что подметание пола вечером может принести беду, ведь метла или веник имели не только практическое, но и магическое значение. Их связывали с колдовством, ведь ведьмы использовали эти предметы в своих ритуалах. Поэтому подметание в темное время суток считалось опасным, это могло случайно активировать магические силы. Кроме того, веник символизировал энергию дома. Верили, что вечерняя уборка может выместить положительную энергию из дома, открывая ее для негативных воздействий, злых духов и темных сил, особенно активных ночью. Какие будут последствия, если подметать пол вечером? Суеверия – это верование, основанное на народных традициях, страхах и символике, часто связанные со сверхъестественными явлениями. Они обычно возникают из-за попыток объяснить непонятные события или влиять на свою жизнь из-за определенных ритуалов или запретов. Суеверия о подметании пола вечером имеют разные трактовки, но большинство из них предупреждают о возможных негативных последствиях для дома и его жителей. А именно, вы выметаете удачу, деньги и любовь из дома. Повышаете риск ссор и недоразумений между родственниками. Притягиваете болезни и невзгоды. Открываете дом для злых духов и сил. Теряете защиту и успех на своем пути. Как избежать негативных последствий подметания вечером? Чтобы избежать негативных последствий подметания вечером, можно следовать следующим советам. Подметайте к центру комнаты, а не к порогу или окну, чтобы не выметать благополучие. Не выносите мусор ночью, а оставляйте его в закрытой емкости до утра. Не передавайте метлу кому-нибудь вечером, и не берите ее от других в это время. Не используйте одну метлу для уборки одновременно с другим человеком. Избегайте подметания в присутствии гостей вечером и не разрешайте им убирать вас. Не подметайте на религиозные праздники ночью, например Пасху или Рождество, чтобы не потерять благословение.